Я посмотрел выставку, действительно уникальную выставку РАН-2К, хотя, конечно, я уже видел раньше, в таком полном объеме, на первый раз вижу, и действительно, как вы правильно сказали, старобярцы не могли в открытую говорить о своей вере, защищать ее, потому что просто не было возможности, были вне закона и гонений почти 300 лет. И поэтому народное творчество, это есть, наверное, то, что проповедь о самой вере, проповедь о Царстве Божьем, проповедь о том, что душа человека стремится в рай, и какая прелесть этого рая, и какие страшные мучения, что человек попадает в ад. Вот это вот такое для народа, а ведь РАН-2К как раз и разделил на простой народ, который остался верен истинной русской православной церкви, той Святой Руси, которая хранила все эти предания, вот сказки, пулинах, вот таких вот художественных изображений. И это было близко народу, поэтому вот это и отражали все художники, конечно, народные, иногда привитивные художники, и самое главное, верующие были. Вот это для них, это страх Божий, понятие добродетели, веры, надежды, любви, которые здесь в Луках еще и еще раз напоминают. Это было очень важно, вот, и поэтому вот это было для русского человека, русский человек, конечно, в своей душе христианин, как мы знаем, и вот любит эту правду, любит красоту, стремится на это Царство Божие. И вот это как раз в губке все это и отражено. Ну и для нас, сегодняшних современников, это тоже важно, потому что мы ушли, тоже ушли от понимания Бога, забываем, что есть и дьявол, вот, который постоянно рядом находится, как вот лед, рыкающий, ходит около нашей души, чтобы углотить его, как святые говорят. Здесь тоже одно напоминание о страхе Божии, о прелестях рая, вот, и я думаю, что это всегда современно, всегда нужно. Ну, и православие, оно не может быть какое-то старое, новое, но просто есть истинное православие, которое хранили и хранят, староблятся, которые назвали. Оно нам нужно, нужно нашей души, для того, чтобы она имела возможность войти вот в эту красоту Царству Божию, соприкоснуться с Богом, вот, чтобы пройти эти мытарства, искушения и дьявольские. Вот об этом как раз говорят эти губки. Я очень раз благодарен и рад, что вот еще раз соприкоснулся с этим народным творчеством, одноклассовым истинным и святой верой.